Сегодня было проведено совещание под руководством Дмитрия Александровича Жемана по вопросу правил содержания домашних животных в городе Одесса. В совещании принимали участие также общественные организации, зоозащитные представители нацполиции. И в рамках этого совещания было принято решение еще доработать определенные нюансы в этих правилах по выгулу животных. Мы принимаем правила согласно всем законодательствам. Там существует несколько законов. Закон о благоустройстве, закон обращения с животными, закон о жестоком обращении с животными. То есть административный кодекс, уголовный кодекс. Это все соединено в этих правилах и четко регламентируется им. Как представитель общественной организации я очень благодарна тому, что этот вопрос сегодня подняли. Этот вопрос обсуждается. Все структуры и представители коммунального предприятия, представители департамента экологии, полиции готовы работать, готовы разрабатывать. Я очень надеюсь, что эти правила будут не только более дополненные и более современные, будут отвечать нынешнему моменту. Но и помимо этого этим правилам будут следовать и любители животных, и владельцы собак, и люди, которые просто находятся в данном месте в данное время. Поэтому я рассчитываю, что это будут конструктивные такие изменения, внесенные в старые правила, которые будут работать. И у нас не будет, или, по крайней мере, будет гораздо меньше возникать конфликтных ситуаций, связанных с животными. Потому что прежде всего меня, как человека, который любит животных, который владелец двух собак, волнует то, чтобы, как говорится, мои животные ощущали себя комфортно на территории, в городе, и мои животные не мешали. И я готова соблюдать правила содержания домашних животных новые, для того, чтобы в дальнейшем не было никаких моментов недопонимания. Как правило, это неправильный выгул. То есть, если это выгул, допустим, один из последних звонков, это был выгул десятилетним ребенком огромного Алабая. То есть, это, естественно, госсенаселенный район города, и это несет угрозу и для ребенка, который гуляет с такой большой собакой, и для окружающих людей. То есть, как правило, это именно связано с неправильным выгулом собак. Второе, чтобы я сказала, это ненадлежащее содержание домашних животных. Потому что зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди берут огромное количество животных, и они не могут не в состоянии, я не буду сейчас как бы озвучить причины, почему они это делают, они не могут их нормально, адекватно содержать. И тогда те же, допустим, там соседи обращаются, как правило, и в полицию, и к нам просят помочь, просят забрать этих животных, потому что животные мучаются на привязи безнадлежащего кормления ветеринарного обслуживания. Я думаю, что если эти правила будут прописаны, я буду всеми силами стараться, чтобы эти были правила прописаны так, чтобы они не ущемляли права людей, которые любят домашних животных, которые содержат собак, и не ущемляли права людей, тех, которые находятся рядом, допустим, с человеком, у которого собака. Здесь очень сложная, очень тонкая грань, но я думаю, что совместными усилиями мы постараемся добиться того, чтобы это... и тогда, тогда априори эти правила будут рабочие. То есть нам нужно четко соблюсти грань между того, что мы запрещаем, того, что мы рекомендуем, и того, что действительно происходит на самом деле. Большая часть людей, которые любят собак, вот если брать собачников, они самодисциплинированы, они знают, они прекрасно понимают, что можно, что нельзя. Но нужно еще как бы донести это, насколько возможно, до широких масс, чтобы люди понимали, опять же, соответственно, чтобы это понимали не только любители животных, но и люди, которые находятся рядом. Ну вот представитель полиции, который был на совещании, он озвучил, что было составлено, по-моему, порядка, с начала года порядка 90 админпротоколов, вот именно, которые связаны были с неправильным содержанием, неправильным выгулом собак. Поэтому я думаю, что как бы все-таки, да, там немножко, ну, это уже зависит не от полиции и не от нас, потому что, ну, достаточно смешные суммы этих штрафов. Но я надеюсь, что рано или поздно на загадательном уровне это тоже как бы сумма штрафа будет соответствовать, и человек будет прекрасно понимать, что если он нарушил, он нарушил второй раз, то это, ну, существенно ударит по его карману. Ну, скажем так, в рекомендательной форме в нашем городе регистрация домашних животных существует уже, по-моему, года два с половиной, если я не ошибаюсь. И мы со своей стороны стараемся максимально это популяризировать. Почему? Потому что, в общем-то, как бы это прежде всего удобно для хозяй, для владельца собаки. Почему? Потому что в случае, если его животное потерялось, а у нас далеко не все животные чипированные или клейменные, то таким образом, имея документ о том, что собака зарегистрирована на ваши паспортные данные, вы можете доказать право собственности на эту собаку. И такие случаи были. В момент потери домашнего животного, все мы знаем, что, ну, бывает, собака убежала, там, недоглядели и все тому подобное. Вот, когда на собаке находится жетон с QR-кодом, вот, любой владелец смартфона может его просканировать и выяснить, там, система очень такая удобная, то есть там высвечивается номер телефона владельца собаки и сообщить о том, что ваша собака найдена. Опять же, еще раз говорю, что со своей стороны, на своих страницах в соцсетях мы популяризируем именно регистрацию, но пока в нашем городе она рекомендательная. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки мы придем к тому, что она будет обязательна. И тогда мы наконец-то получим право, то есть мы сможем доказать, что вот этот человек, он собственник этой собаки. И если собака его что-то сделала не так, то мы не собаку должны наказать, мы должны наказать ее владельца, который не уследил, не убрал, не там выгулил. Потому что, а иначе получается, пока мы это не можем доказать, идет собака, идет человек, где связь. У нас ее юридически нет. Ну, Дмитрий Александрович поставил достаточно такие жесткие сроки. И я надеюсь, что тем более, как бы это фактически тема новых правил, внесения изменений, она проговаривалась нами как бы неоднократно на протяжении последних нескольких лет. Я думаю, что мы справимся в самые кратчайшие сроки, по крайней мере, и у департамента экологии, и у нас полиции, и у коммунального предприятия, и у нас уже есть наработки, уже есть какие-то маркеры, которые мы хотим внести в эти правила. То есть нам нужно просто фактически это все собрать, обсудить, поспорить, конечно, не без этого. Ну и дальше уже предоставить итоговый документ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok